Дорожные хроники Дороги превращаются в поле боя Дорожные разборки Явления опасные и непредсказуемые Очень часто разгоряченные оппоненты Пускают в ход кулаки И все что плохо в багажнике лежало А если нервы сдают окончательно Звучат выстрелы Ситуация наобъездной Иномарка подрезает бусик Реакция молниеносная Тут же выстрел вдогонку Что делать в подобной ситуации Ответить могут правоохранители Ну и эксперты по выживанию Один из них руководитель Центра спецподготовки Никита Карпенко Можно просто достать мобильный телефон Или видеорегистратор Перенаправить в сторону конфликта И это в большинстве случаев Полностью остудит пыл Потому что сейчас все знают Что YouTube работает Это все попадает в СМИ И на этом заканчиваются Все полностью конфликты И это же отягощает ситуацию Для нападающих Правда видеофиксация Далеко не всегда Стопроцентная гарантия Вашей безопасности Любительская съемка В очередной раз Прославившая Одессу На всю страну Не в самом лучшем свете Водитель белого Порше Подрезает автомобиль И выходит разбираться Вооружившись пистолетом Словесная перепалка А потом хлопок По мнению нашего эксперта Это как раз тот случай Когда для защиты своей жизни Вполне допустимо И оправдана самооборона Даже с оружием в руках Здесь у нас присутствует Угроза жизни и здоровья В данном случае Не только можно Но и необходимо Защищать свою жизнь Всеми доступными способами О чем нам прямо говорит 36 статья Уголовного кодекса Украины Необходимая оборона Типичная ситуация на дороге Один подрезает другого И бежит на разборку Возвращается в машину За аргументом В виде металлической трубы На обратном пути Его ждет неприятный сюрприз До того, как он оружие Не достал Его оппонент сидел в машине Как только он увидел Прямую угрозу жизни И здоровья Металлической трубой Которая выступает В данном случае оружием Он выходит из своей машины Достает пистолет И направляет Гришту Он сейчас собирается Его применять Его оппонент бросает оружие на пол Собственно говоря Подчиняется дальше команду Максимально грамотное поведение Правда пистолет в бардачке Возит далеко не каждый Если уж так случилось Что вы оказались в центре конфликта Из машины лучше не выходите Не пытайтесь проверить Что крепче Ваша голова Или бейсбольная бита Того же мнения И наш эксперт Если же Нет чем защищаться То нужно максимально Стараться сохранить свою жизнь Мы говорим сейчас Не про юридическую часть Мы говорим о том Просто как остаться в живых Как остаться в живых убежать Ничего страшного не случится А вообще Лучший способ избежать проблем Не ввязываться в них Тем более Что вы никогда не знаете Что возит в багажнике Ваш сосед по пробке За минувшую неделю Патрульные полицейские В Одессе Оформили 639 протоколов За нарушение правил Дорожного движения Из них 230 За неправильную парковку И 59 За вождение В нетрезвом виде Как отмечают правоохранители В последние дни Количество ДТП Увеличилось Больше о ситуации На дорогах города Знает Алла Марченко За прошедшую неделю Произошло 183 дорожных происшествия С механическими повреждениями Также порядка 40 дорожно-транспортных Происшествий С пострадавшими В результате которых Один человек погиб И 43 получили травмы Различной степени тяжести А теперь детальнее О некоторых из происшествий Пьяные гонки Марсельская Днепродорога Микроавтобус Мерседес Влетел в Део И поехал дальше Догнать ночного Шумакера Удалось только Фонтанке Оттуда он тоже Сбежал Окончательно финишировал Только на шестом километре Оказалось он В стельку пьян Ехали на задержание Попали в больницу Затонского Добровольского Серьезное ДТП С тремя пострадавшими Со слов очевидцев Рено Дастер С надписью Спецподразделение полиции Ехал на тревожный вызов На перекрестке Машина с сиреной и мигалкой Проскочила на красный Двигавшийся на свой зеленый Водитель такси Дача Не затормозил И врезался во внедорожник Обе машины Изрядно покорежило В больницу уехали Сразу трое Таксист И двое бойцов Нацгвардии Из джипа Как оказалось Машина относится К батальону Особого назначения Ягуар Свернул с пути истинного Добровольского Державина С рельс Сошел очередной трамвай Одесситы иронизируют Наверное Колесо спустило Затормозил вагон Об бетонный столб От удара в салоне Попадали пассажиры Пожилую женщину Забрала скорая Шопинг Не выходя из авто Екатерининская Бунина От столкновения Внедорожника И легковушки Последняя Вылетела На тротуар А остановилась Только налетев На ступени магазина От удара Капот джипа Смяло Легковушку Забрал эвакуатор Отбивная Из мерседеса Улица Греческая Волга протаранила Старого немца Пытаясь повернуть Во дворы От удара Его откинула Настоявшую Возле тротуара Кию Морда мерседеса Буквально Сплюснулась Две других машины Тоже повреждены Умер на дороге Преображенская Греческая Автомобиль Черри Со значком Инвалид Стоит уткнувшись В цветочную клумбу Пожилому водителю Стало плохо За рулем Приехавшая Скорая Констатировала Смерть Скорее всего Сердечный приступ Не поделили Перекресток Преображенская Успенская Проскочившую На красный Тойоту Протаранил Ехавший По Успенской Хюндай Удар Пришелся На пассажирскую Дверь Машину Закрутила И выбросила На перекресток Есть пострадавшие Честно говоря Я в шоке Там в машине Был Маленький ребенок И Две женщины Одна впереди Сидела Другая Сзади Одна Травма Позвоночника Ребенок В шоковом состоянии Сейчас В скорую Чем обернется Обеспеченность водителя Для его пассажиров Пока Неизвестно Не везет Так не везет Комарова Угол Лиздорской Второй За неделю Полицейский Джип Разбился На перекрестке Картина Один в один Как на Добровольского Срочный вызов Перекресток На красный свет По двое сирены И столкновение Правда На этот раз С микроавтобусом Он въехал С такой силой Что Дастер Рено Дастер Полицейский Развернул Где-то раза Наверное Круга два Вот По 360 градусов И Отскочив От Рено Дастера Он Этот же бус Грузовой Ударил Черный Вольфсваген От удара Серьезно пострадал Водитель Полицейского авто А кровавленного Копа Увезла Скорая Его коллегам Помощь оказали На месте Конечная остановка Кладбище Проспект Академика Глушко Белый Ниссан Выезжая из города Пошел на обгон В неположенном месте Вылетел на встречку И смял сразу Две машины По одной из версий Японца зацепила фура Которую он попытался Обогнать по встречке Ниссан изрядно потрепан Рядом В кустах стоит Разбитая Хонда От удара Тяжелый джип Снесло в кювет А вот Тойоте В этом ДТП Повезло Еще меньше Мало того Что у машины Полностью снесена Правая часть Так ее еще Перевернуло на крышу А водителя Забрало Скорая Двое других Водителей Пострадали Меньше Их повезли На медосвидетельствовании Но если бы Везение оказалось Чуть меньше То и конечный Маршрут Был бы Короче Инкассаторы Против джипа Перекресток Глушко Ильфа И Петрова Микроавтобус Вольксваген Врезался В внедорожник Тойота От удара Обе машины Выкинуло На тротуар Одну На пешеходный Переход Другую На автобусную Остановку Пострадали Случайные Прохожие Транспортер Разбил женщину С коляской И ее подругу Сестра В больнице На слободке Вместе с ребенком С третением мозга В кучу осадин Я не знаю пока Они шли трое С подругой Ребенку годик Коляски везли Он колясок Как и рисот Только вижу Коляски Оба участника ДТП утверждают Ехали на зеленый Как было на самом деле Разберется полиция Зачастую причина ДТП Ненадлежащее состояние Дорожного полотна Согласно статистике Примерно 30% аварий Можно предотвратить Просто золотав дыру в асфальте Самый центр города Пересечение Решильевской базарной Жильцы окрестных домов Говорят Перекресток Очень неудачный Без аварий Тут не обходится И недели Уже который год Просят городскую власть Поставить им светофор Пока Безрезультатно Есть только Полуоблезлая зебра Пешеходного перехода А тут Добавилась Еще одна беда Прямо посреди Перекрестка Провалился асфальт Как говорят местные Черной дыре Уже не один день От роду Дорожные службы Не подкачали Заботливо Поставили вокруг Опасного участка Металлические ограничители Яму теперь Стало лучше видно А вот объезжать Ее сложнее Каждый день Тут растягивается Изрядная пробка Ну Оградили И на этом спасибо Дальше больше Яму даже Засыпали Но своеобразно По доброй традиции Одесских дорожников Яму засыпали Все тем же Песком Материал для Приморской Одессы Безусловно Доступный Его на все ямы Города хватит Даже сверху Останется А вот если его Смоют ближайшим Весенним ливнем Тут уж извините Претензии К капризам природы Наверное Рано или поздно На эту зыбкую основу Положат Прослойку асфальта Забор уберут И пробка Рассосется А через полгода Песчаную подушку Скорее всего Подмоет вода Из той же Забившейся ливневки Или из Прохудившейся Коммуникации И тогда Здравствуй Новый провал Который надо будет Латать по новой Желательно Все тем же Песком Вот такой вот Замкнутый круг От одесских дорожников Они возомнили себя Хозяевами жизни Въехать на пешеходный переход Тротуар или газон Перекрыть инвалидный пандус Встать прямо на трамвайных путях Для этих горе водителей Проще простого Сегодня все они В нашей еженедельной рубрике Я паркуюсь как хочу Армейская Возле одного из кафе Парковка на проезжей части Аж в два ряда И это на пешеходе Варнинская Ничего необычного Просто водитель BMW X5 Очень приспичило В магазин А вот так у нас Заботятся о пешеходах Фанаты немецкого автопрома Ну что Перекроем пандус Оу-я-я Как одним бусиком На три места встать Спросите У водителя Volkswagen На Екатерининской А вот в переулке Нечипаренко Парковаться принято Только так Если по-другому Не зачет Улица Тенистая Парковка Возле больницы Точнее Заставленный машинами Тротуар А пешеходам Велком на проезжую часть А вот Еще один любитель Выпаса Крупногабаритных джипов В зеленой зоне Инфинити На Филатова А тут хамство Просто зашкалило Малолетражку На донецких номерах Припарковали Прямо в центре Гурсада У Ротонды Малая Арнаутская Водителю кроссовера Тойота РАВ-4 Захотелось Подъехать к лестнице Ну очень близко А то Что людям Из-за него Пройти негде Ну что ж Бывает Парковка На Еврейской Возле областного Главка Здесь просто Театр абсурда Перекрыть все Что перекрывается А пешеходы Пусть Выживают Как хотят А вот Наш фаворит Этой недели Достойнейший Кандидат На главный приз Золотой кирпич В лобовое Брошенное На рельсах В Аркадии Тойота Перекрыло Движение Трамваев Памятник Цинизма И безответственности Ну и что Что дальше Людям придется Идти пешком Прогулки Вообще полезны Для организма А вот и его Собрат по разуму Правда Водителю Ауди Повезло меньше Свой седан Ему придется Поискать Не оставайтесь Безразличными К подобному Автогамству Набрать 102 И вызвать полицию Не так сложно А таким мастерам Парковки Самое место На штраф Площадке Если вы стали свидетелем Чрезвычайного происшествия На дорогах нашего города Не оставайтесь В стороне Снимайте видео Делайте фотографии И обязательно Присылайте к нам В редакцию О самом интересном Мы расскажем уже В следующем выпуске А на сегодня Это все С вами был телепроект Дорожная хроника С Сергеем Бандуров Будьте осторожны За рулем И тогда мы Точно увидимся С вами ровно Через неделю Продолжение следует...